Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Штрафовать нарушителей будут и в праздники. Мобильные группы усилят работу по выявлению фактов неформальной занятости. Более 160 участков будет выделено в следующем году. Об этом стало известно на заседании Совета по поддержке многодетных семей. На пути в Аркадию в арт-медиа-центре Родина открылась персональная выставка Константина Каннского. В Сочи открылся Рождественский базар. Традиционная выставка предлагает лучшие идеи для подарков и угощений. Как сделать покупку жилья для сельских врачей и учителей доступной? Тему льготной ипотеки обсудили на сессии в Законодательном собрании края. На заседание пришел и губернатор региона Вениамин Кондратьев, также заострил внимание на социальных выплатах населению. В новом году они должны быть проиндексированы. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Пока парламентские фотографы спорят о лучшем кадре, депутаты без дискуссий принимают изменения в стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года. В проекте в том числе учитывается и то, что Кубань после возвращения Крыма не единственный субъект России, имеющий выход к Черному морю. Развитие конкурентных преимуществ на последней в этом году сессии депутаты обсуждали вместе с губернатором. Много вопросов нужно решить, речь на коммунального хозяйства и тарифы. И очень много того, о чем говорят люди, и о тротуарах, и об освещении, и об детских садах, и школах. Это все деньги. Мы должны двигаться вперед. Мы должны искать те точки роста, которые завтра увеличат наш экономический результат, наш экономический потенциал. Поэтому максимально сегодня я наваливаюсь на эти промзоны, промпарки, индустриальные парки. Потому что сегодня, хотя бы пусть сегодня, но мы же должны эти семена бросить. И тогда только эти семена прорастут. В противном случае и завтра у нас не будет этого выхлопа, не будет устойчивой этой экономики, а будем ехать на наших традиционных отраслях. Поддержка инвесторам, создание условий игры, правил игры. Это нормативная база, которая формируется и принимается именно вами. Первый шаг уже сделан. Резиденты индустриальных парков на Кубани получат помощь с подключением к инфраструктуре налоговые льготы, которые уже возвращаются в краевой бюджет в виде поступления от новых предприятий. Основная задача в следующем году обращается к парламенту Вениамин Кондратьев создать такую законодательную базу для роста экономики, чтобы выполнить все социальные обязательства власти перед населением. Благодаря и вашим решениям, сегодня мы успешно, я считаю, завершаем этот год, потому что где-то правильно расставили приоритеты. Все решения, которые мы приняли, они были финансово обеспечены, подкреплены, поэтому реализованы. Прежде всего мы с вами в полном объеме сохранили региональные и социальные выплаты. И, коллеги, я не хочу хвастаться, но не каждый регион, далеко не каждый в России может об этом сказать. А мы можем. И даже в бюджете на следующий год предусмотрели индексацию на 4%. Мы уже эту ответственность на себя взяли на 4%. Мы однозначно выполнили. Действительно, очень многое сделано сегодня в вопросах развития экономики, но предстоит сделать не меньше. Надо сделать все, чтобы показатели 2016 года мы закрепили и превзошли в 2017 году. Депутаты одобрили изменения и в краевую программу развития образования, увеличенное финансирование дошкольного и общего образования, также предусмотрены деньги на компенсацию расходов по оплате жилья и его отопления учителям, работающим на селе. Станичный вопрос стал одним из основных на парламентской сессии. Губернатор предложил депутатам в следующем году продумать инструменты льготной ипотеки для врачей и педагогов, в том числе работающих в сельской местности. Главное богатство – это люди. Как бы мы ни крутились, как бы мы ни говорили. Поэтому сегодня, вот много у меня вопросов здесь стоит, которые можно и нужно сейчас обозначить. Все-таки необходимо внырить механизм льготной ипотеки или ипотечной программы для врачей и учителей края. А сегодня мы отвечаем дефицит врачебных кадров в среднем на 30-40, где-то 50%. По-другому, учителя и врачи, особенно в сельскую местность, не поедут. Потому что возможности в углах муниципальных образований просто дать это жилье, ну нет такой возможности. Конечно, ипотека. Ну, а банки здесь тоже не готовы брать, просто давать. Ну, это наше бремя, коллеги, наше бремя, вот если хотите, социальные ответственности. Депутаты готовы начать продумывать этот вопрос уже с нового года. Без этих решений село будет постепенно умирать, потому что бюджетных денег не достает в поселениях. Нужна подпитка, серьезная подпитка. Желание людей лучше конвертировать в законодательные акты и акты исполнительной власти. Разрыв между населением и властью должен быть минимальным, либо вообще отсутствовать. Удалось ли этого добиться, покажет 2017 год, когда пройдут выборы в Кубанский парламент. Если решение об оптимизации его работы будет принято, голосование станет знаковым. Число народных избранников может сократиться почти на треть. Из 100 депутатов нынешнего созыва планируется, что после выборов в сентябре следующего года кресла в законодательном собрании края займут уже 70 парламентариев. По мнению политологов, депутатский корпус может обновиться более чем наполовину. Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Краснодаре заканчиваются публичные слушания по изменению генплана. Последнее обсуждение намечено на 29 декабря. Всего же уже прошло почти 30 таких встреч с краснодарцами. На них обсуждают обновление главного градостроительного документа. Общественники-активисты предлагают свои идеи по развитию краевой столицы или вносят возражения, что изменить в генплане. Всего уже поступило около 400 обращений. К представленному генплану горожане отнеслись неоднозначно. Чтобы обсудить будущее краевой столицы с краснодарцами, встречался Вениамин Кондратьев. В генплан Краснодара губернатор края считает недоработанным. Сегодня он не готов, только потому что, наверное, где-то непрофессионально, а где-то с лоббированного к нему подошли. Поэтому так нельзя. Все, что мы делаем, людям должно понравиться. А для этого мы должны просто у людей спросить, то, что мы делаем им нужно в плане и градостроительной политики, и град плана. Или это только нужны кучки умных людей, безусловно, которые оторвались чуть-чуть от реальной жизни в городе или в том или ином муниципальном образовании. Перед тем, как генплан передадут на утверждение депутатам Гордумы, Вениамин Кондратьев вновь намерен встретиться с краснодарцами, чтобы обсудить недочеты. В результате генеральный план должен будет учесть все изменения. Штрафовать нарушителей трудового законодательства будут и в новогодние праздники. В период каникул мобильные группы усилят работу по выявлению фактов неформальной занятости. Сегодня же в администрации Сочи состоялось уже 30-е по счету заседание межведомственной комиссии с участием предпринимателей-нарушителей. Тему продолжит Инга Габешия. Масштабная работа по выявлению теневых предпринимателей в Сочи началась 1 января. За год члены межведомственной комиссии проверили более полутора тысяч коммерческих организаций. Нарушения в каждой второй. В этот же зал сочинской администрации на разговор с мэром было приглашено 800 бизнесменов. По данным Краевой госинспекции по труду, штрафов на таких коммерсантов наложено на сумму более 10 миллионов рублей. Прирост поступлений в городской бюджет увеличился. Результат работы налоговиков, трудинспекторов и сотрудников районных администраций уже в городской казне. Это плюс, отмечает глава города. Но минус в том, что заплатить налоги этих предпринимателей вынудили. Но в любом случае, подчеркивает Анатолий Пахомов, работа продолжится и в новом году. Неформальная занятость – это не только потеря соцгарантии и заслуженной пенсии, но и вопрос безопасности всех граждан. Требование антитеррористической комиссии курорта – предоставлять информацию о каждом работнике в полицию. Эта инициатива уже принесла свои плоды. Они дали в полицию 21 тысячу информации о тех людях, которые, по их мнению, могли быть подозрительными. Представляете, да? 21 тысячу. Из них 800, будем говорить, 800 с хвостиком, человек оказались те, кто не в ладах законом. Либо они в розыске находились, либо они нарушили миграционное законодательство. Предприниматели, которые нанимают работников без оформления трудовых договоров, за эту неделю выявлены во всех районах города. Пока утешительные данные лишь в Лазаревском. Из 22 проверенных объектов – нарушителей трое. В Адлере – десятки нарушителей в сфере мелкорозничной торговли. А более крупные бизнесмены, укрываясь от налогов, заявляют в документах смешные на сегодняшний день зарплаты – 3500 рублей. Мы вынуждены и дальше продолжать эту работу. И вы поймите, что все равно мы дойдем до каждого. Все равно детальный, тотальный даже контроль будет осуществляться за любым видом деятельности. И тех, кто не будет официальным образом оформлять людей на работу, мы все равно найдем, накажем, оштрафуем. А штрафы большие, потому что если это юридическое лицо, то за каждого не оформлено – это 130 тысяч рублей. Если это индивидуальный предприниматель – 10 тысяч рублей. То есть это бьет и по карману, но самое главное – оно должно быть сюда. Вы должны точно сделать выводы и никогда больше не делать так, как вы делаете. А сейчас прийти, подписать протокол и заплатить штраф. Согласны? Для большинства предпринимателей разговор с мэром оказался откровением. Многие и не подозревали о последствиях своей халатности. Все ошибки учтены, все мы исправим. И больше такого повторяться не будет. Теперь понимаю всю ответственность, которую мы несем перед законом. Перед людьми, конечно, в первую очередь. Борьба с неформальной занятостью в первую очередь принесет пользу горожанам. Налоги от предпринимателей, заявил глава Сочи, будут потрачены на строительство спортивных площадок в каждом сочинском селе. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Снова авария и снова Дагомыс. На перекрестке Батумского шоссе и улицы Гайдара накануне вечером столкнулись две легковушки. На записи с камеры уличного видеонаблюдения видно, как водитель «семерки» врезался в машину, выехавшую на его полосу для поворота на второстепенную дорогу. Машину развернуло несколько раз. Очевидцы сходятся во мнении, что виноваты в данном случае оба водителя. Один выехал и остановился на полосе встречного движения, другой вовремя не обнаружил помеху. Также указали темное время суток, недостаточную видимость, плохое освещение на федеральной трассе, ослепление фарами. Как бы то ни было, удалось обойтись без жертв. А это главное. А сегодня в Сочи произошло массовое ДТП. При столкновении пострадали 8 машин. По дублеру курортного проспекта все машины двигались в сторону города. Сначала занесло два автомобиля, затем машины врезались одна за другой через каждые 100 метров. Авария собрала за собой целую вереницу автомобилей. Скорее всего, водители не соблюдали скоростной режим и старались объехать затор. Более 160 участков будет выделено многодетным семьям Сочи в следующем году. Об этом стало известно сегодня на заседании Совета по вопросам поддержки многодетных семей. Все подробности в нашем сюжете. Большая часть земельных участков для многодетных, а их 99, расположена в районе села Верхнениколаевское. По ним уже завершены кадастровые работы. Перечень участков будет утвержден на сессии городского собрания 15 февраля. Ну а после публикации этого решения, многодетные родители могут уже подавать заявление в МФЦ. Участки будут выданы и в поселке Вардане. Муниципалитетом планируется строительство дороги. И в связи с этим происходила процедура перераспределения. Также процедура к проведению кадастровых работ завершена. И ориентировочно в ближайшие 2-3 месяца по результатам этой процедуры будет образовано еще порядка 60 участков для предоставления многодетным. На заседании совета обсуждались итоги работы за прошедший год. Так, в 2016-м многодетные семьи курорта получили 46 земельных участков. Также были намечены планы на следующий год. Сейчас мы готовим документы о создании некоммерческой организации, сообщества нашего, чтобы мы были уже официальной единицей в городе. Потому что и вопросов много, и предложений есть. И на самом деле жизнь многодетных заключается не только в выделении земельных участков. Хочется сделать фестиваль многодетных, хочется участвовать в социальной жизни города. Всего в городе зарегистрировано 4607 многодетных семей. Поддержка им оказывается как на краевом, так и на городском уровнях. Так, более 2500 семей, имеющих трех и более детей, получили меры социальной поддержки на 16 миллионов рублей с бюджета курорта. Школьники из многодетных семей пользуются льготами на питание. Таких более 5000. Они получают скидку 60 и 70 процентов на горячие обеды. Накануне учебного года более 500 детей получили в подарок школьную форму, которую предоставила общественная организация «Лига женщин. Мост добра». А 1700 многодетных семей получили абонемент на посещение музеев, парков и кинотеатров. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На пути в Аркадию, в арт-медиа-центре «Родина» сегодня открылась персональная выставка художника Константина Канского. Константин Канский родился в Краснодаре, где в 1989 году окончил художественное училище. Его работы можно увидеть в частных коллекциях России, Германии, Израиля, США, Канады, Турции и Италии. В своем творчестве художник воплощает романтическую мечту о прекрасной стране Аркадии, где люди живут в гармонии и где возможны лишь любовные конфликты, а вместо войн – рыцарские турниры. Выставка называется «На пути в Аркадию». Собраны самые разные работы по качеству, по материалу, по фактуре. Я думаю, всем, кто придет на выставку, будет интересно. Каждый найдет для себя что-то близкое, цветное. На выставке представлено 32 работы. Многие посвящены морской тематике. Например, «Рыбный день». Рыбаки несут огромную фантастическую рыбу. Картина «Назад в Индию» морским путем везут большого слона. Но лодка слишком мала. Это ребус, и каждый должен его разгадать сам, считает художник. Образы созданы по сценическим законам пантомимы балета и итальянского театра с их ироничными импровизациями. В этом театре Константин Канский – драматург, режиссер и художник в одном лице. Новогодний бал для Золушки состоится в Сочи. Выборгский театр «Святая крепость» переосмыслил старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке и злой мачехе и ленивых сестрах. Евгений Шварц, безусловно, опирался на известную сказку Шарля Перро, но при этом создал оригинальное драматическое произведение, ставшее частью нашей национальной культуры. Музыкальная сказка радует оригинальностью костюмов, стильными декорациями, музыкальным оформлением. Каким бы поистине сказочным ни казался сюжет Золушки, в нем много правды жизни отмечает режиссер спектакля Юрий Лобецкий. Гастроли театра в Сочи пройдут 23, 24 и 25 декабря. Рождественский базар 2016 в гранд-отеле «Жемчужина» открылась предновогодняя универсальная выставка-ярмарка. В преддверии новогодних рождественских праздников ее проводит выставочная компания «Соут». Сделать себе к Новому году подарки может любой желающий. Слово Елене Автецины. На выставке-ярмарке представлена та продукция, которую обычно закупают перед праздниками. Одним словом, тем, кто с изыском подходит к оформлению праздничного стола, прямая дорога на Рождественский базар. Ломятся ряды от подарков, от вкусняшек, от деликатесов. Ваш новогодний стол будет самым великолепным. Здесь можно также приобрести подарки, сувениры к Новому году, к Рождеству. Приобрести новые наряды, новые украшения. Только четыре дня рождественская ярмарка ждет вас. Ежедневные у нас показы, ежедневная у нас встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, ярмарка веселья, хорошего настроения. Именно здесь и появляется новогоднее настроение. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки. А следом и показ ярких украшений, ведь, как известно, мода не стоит на месте и быть в новогоднюю ночь самой-самой стремится любая женщина. Тут очень большой выбор всего. Тут драгоценности, духи, новогодние подарочки, елочки. Это замечательно. Сегодня открытие, и мы всегда посещаем ярмарки. Поэтому здесь всегда все свеженькое, вкусненькое. Вот грибков купили с медком. Так что все полезно, все вкусно. Так что для посетителей выставки ярмарки время чудес и радости уже началось. Здесь представлены не только все для встречи Нового года и рождественских праздников, а это и сувениры из кжили, снеговики, ручной работы, но и продукция достаточно дорогая из меха. Все это великолепие ждет своих покупателей до 25 декабря, включительно в гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». На выставке «Рождественский базар-2016», открывшейся в гранд-отеле «Жемчужина», традиционно представлена рыбная продукция с Камчатки. Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. Они не только вкусные, но и очень полезные. Белорыбицы, кижуч, палтус, нерка и кита, более 30 разновидностей, копченые рыбы, морепродуктов и, конечно же, настоящая красная икра. Ассортимент удивит не только хорошую хозяйку, но и опытного повара. И это лишь часть деликатесов, которых привезли зимой сочинцам рыболовы Камчатки. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Во-первых, пастол совсем другой, чем вот у нас. И сама свежесть, и копченость другая совсем, но намного вкуснее. Самое свежее здесь, вкусное и относительно дешевое. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3, витамины Е, Д, А, которые так необходимы организму. Жители и гости города смогут купить и совершенно эксклюзивные продукты. Царицу лососевых, редкую деликатесную чабычу, самую полезную среди своих сородичей рыбу. Мясо чабыча, богато витаминами А, Б, Ц и содержит целый кладезь микроэлементов, а ее икра способствует укреплению костной ткани и стимулирует кровообращение. Я люблю рыбные продукты, люблю самую разную рыбу. Здесь рыба всегда свежая. Мне это нравится. Я всегда готов приходить. Продегустировать и приобрести деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на открывшейся выставке-ярбурге «Рождественский базар-2016» в гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улицы Черноморская, 3. Она будет работать до 25 декабря. Гелена Овсейцин, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Гранд». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.